итак сегодня занятие про сортировки у нас целых три урока будет посвящено сортировкам так или иначе и как вы уже поняли часто бывает очень важно правильно поставить задачу если задача поставлена неправильно то и решение невозможно просто сделать да будет некорректным по самому факту же вы решаем некорректную задачу поэтому надо убедиться что мы понимаем задачу правильно и начнем мы именно с постановки задач у сортировки массива надо сказать что в принципе если вы собираетесь что-то сортировать в какой-то структуре данных да то эта структура данных должна быть а изменяемой и б она не должна напоминать некое множество ну дело в том что там в питоне есть множество сет на все плюс плюс есть там стд сет на такая есть структура данных и за счет не упорядоченности хранения в такой структуре данных да то есть я сюда вот как бы условно набросаю что то да и без единая буковки туда набросают за счет некоторыми упорядоченности хранения в этой структуре данных их оттуда легко искать это странно звучит да но тем не менее вот мы платим беспорядком хранения за то что ну зато как это творческий беспорядок раз и достал что-то что тебе надо раз и обнаружил есть она там в мешке или нет магия такая но не суть важно но смысл в том что вот такие структуры данных невозможно упорядочивать раз да и еще вот если говорить например про там питон впрочем уже не делал не только в питоне есть кортежа кортеж да то пол если пропать например упомянуть он тоже его невозможно сортировать в том смысле что не его нельзя будет то есть кортеж да вот у него лежат элементы и они там лежат и все никак ну можно еще там привести в пример там каким-нибудь youtube 8 строки у которых просто размеры элементов размеры символов разные тоже возникает большой вопрос можем ли мы сортировать хотя там если есть изменяемость то можно много чего добиться но еще раз если это что называется за железо железо забетонировано до 5 2 3 4 ничего не сможем сделать до вопрос в том что мы всегда из любой структуры данных в которой вообще нет никакого порядка или которая железобетонная ну как кортеж например какой-нибудь питоновский да ну или условно константный каком быть массив с константными значениями которые невозможно менять невозможно да что мы можем сделать мы можем породить новую структуру данных до которая пол будет уже упорядоченной да то есть мы можем соответственно сделать новый до новый соответственно отсортированный список что это значит чтобы и еще раз говорю что-то отсортировать значит необходимо сортирован список или массив да сейчас в данном случае это не так вот даже важно да я напишу некий список но смысл в том что у нас в принципе возникает отношение порядка порядка да вот и дальше некоторые есть опять же вопрос а вот если я вас примет например вот у меня там будут два числа com 5 2 5 4 до 5 2 5 4 а вот это вот 5 5 5 4 2 это упорядочено или нет порядок здесь есть или нет вопрос а что есть порядок особенно вопрос о порядке важен когда хранимые объекты становятся более сложными когда это будут некие реально как бы кортежи структуры данных какие-то до в которых у меня будет еще но во первых а что если два одинаковых это первый вопрос значит и второй вопрос а что если это ну слушайте я достану каких-нибудь где у меня тут были эти животины всякие и вот немножко животных давайте на доску 1 3 кого еще где мой питон любимый нету питонов но был у меня питон где-то надо питона найти как это без питона даже все плюс 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 нужен питон а зато тут крокодил имеются все беда питон пропал о нет я с нашел это питон ну и давайте кого-нибудь еще тут крокодила добавим сюда все о замечательно так вот а дело в том что в принципе надо обсудить а можем ли мы сравнивать элементы то есть вот я беру каких-нибудь двух товарищей да я могу их сравнивать или нет кто из них больше а кто из них меньше то есть само отношение порядка она существует или нет и может быть так что его несу или скажем так что я могу сравнивать факт что они равны друг другу это там тот же снова на они равны на это тот же самый элемент или нет но отношения кто больше кто меньше может не существовать математически не существовать да вот скажите вот такая матрица 5 2 3 7 вы если вы знаете что такое матрица да вот такая матрица давайте еще минус 5 2 3 минус 7 и вот такая матрица 4 минус 3 12 9 какая из этих матриц больше нет дело в том что матрицы это математическое понятие причем тут двумерный массив двумерный массив это место удобное для хранения матриц а вообще матрицы являются естественно математическим объектом таким же естественным как и числа матрицы являются естественным объектом математически для них есть собственно по сути ну линейная алгебра они линейные я не буду сейчас вам курс линейной алгебры читать то но смысл в том что на некий набор как бы даже вот числовая я такая вполне понятная штуковина да что же делать да получается что не всегда существует возможно что-то с кем-то сравнивать да не только то что это как и животных на или людей с их набором из дядя васи да и тетя маша ну я даже если это не сами дядя васи и тетя маша а набор данных который хранится про них в базе данных вот вся информация про деливайте вот вся информация про тетю машу да их невозможно людей невозможно сравнивать кто больше кому до матрицы так невозможно а некоторые есть тонкость но мы на самом деле можем ввести такую штуковину как норму и математики они прекрасно понимают что подождите но нормы бывают разные бывают разные способы а что значит норма норма это способ сопоставить объект некоторому числу то есть по сути приложить к какому-то объекту некоторую функцию до которая выдает уже число число а числа не комплексно некомплексное вещественное число а чем характерны числа они прекрасно елки-палки нет сам а числа они упорядочиваются среди чисел существует порядок они как бы ордера был их возможно упорядочить то есть возникает так что я беру объекты которые я собираюсь расставить в правильном порядке и говорю ребята давайте я сделаю так во первых должно обязательно должен существовать вот этот оператор просто по факту должен существовать для того типа элементов которые я собираюсь упорядочивать кстати то что список или массив это что подразумевает что мне все эти места по которым я собираюсь это упорядочить уж сами места прям должны быть проиндексированы да то есть четкие места то есть должен быть изначально порядок в самом массиве самих мест самих позиций да вот возвращая к тому вопросу что если сама сама структура не является не массивом не списком в ней места не проиндексированы либо она неизменяем это извините да то есть нам нужно иметь возможность расставлять по вот этим упорядоченным местам а сам а второе то что и сами элементы должны иметь отношения порядка то есть они либо меньше либо равны и тут возникает интересный момент вот есть разные животные которые условно одинаково сильны но понятно что еще раз я не могу сравнивать их самих да но представим себе что я накладываю некоторую функцию давайте я назову ее как бы ключевой key function был бы я прям математикой нам сказал что это не к норма пусть пусть будет ключевая функция она будет возвращать мне ключ сортировки ключ сортировки и вот я сравнивать буду уже не сами объекты а ключи то есть результат вычисления ключевой функции будет давать мне некое число на или не что и вот это нечто уже точно можно сравнивать друг с другом соответственно либо больше либо меньше либо равно еще один вопрос а может ли быть так что у меня например два животных равны друг другу по ключевому значению да не вопрос реально не вопрос не проблема да может быть вот например лев и жираф но жираф это очень большое животное да и я не уверен что львы могут вот так вот охотиться на жирафа у жирафа это самые ноги крепкие но уж точно да они не могут охотиться на слона вот это сто процентов я знаю да или не там можно тигра поставить на там льва и тигра да давайте вот льва и тигра да и соответственно вот такой момент да лев и тигр кто из них что называется победит да пойди пойми никто не победит они допустим условно равны друг другу или а я сейчас могу еще интересно ввести еще интересную функцию ввести знаете какое количество ног у этого четыре лапы у этого четыре лапы кстати между прочим у зебра четыре лапы у крокодила четыре лапу этой четыре лапа ну-ка дайте-ка их всех поставлю сюда смотрите 4 4 4 4 4 у питона 0 0 а этот массив упорядочен или нет вот такое состояние и тут важно сказать что вот это упорядочивание она бывает по возрастанию или по убыванию по возрастанию или по убыванию если говорить о собственно сортировке или скажем так лучше начали упорядоченности по возрастанию то это нет сортированный массив если же меня требуется упорядочить по убыванию то она как раз отсортированный да все нормально можно читать я слушаю можно ли считать копыта лапами это не тот вопрос о котором надо сейчас задумываться слишком сильно мы изучаем не биология давайте вот что лучше обсудим а что если у меня вот такое решение да и вот такое решение есть да и вот я уже три решения принес да или вот такое решение ведь количество лап то у меня одинаковое а что если я увижу ну как бы другое состояние или лучше сказать на языке комбинаторики другую перестановку ведь на самом деле сортировка решение вопросу сортировки до поиск сортировать массив это что по сути означает найти конкретную перестановку какую-то перестановку исходных элементов при применении которой после применения которой или мы элементы по ключевой функции становятся упорядоченными ну либо по возрастанию либо по убыванию я добавлю это не строгое убывание не строгое возрастание то есть это не вот а вот строгая монотонность вот не строго нам это обсуждали прошлый раз а что если у меня несколько решений вот я реально да могу сейчас по количеству лап как угодно вот среди этих пяти элементов у меня 5 факториал возможных перестановок ну вы если вы знакомы с комбинаторикой до 5 факториал различных решений да то есть у меня ну конечно вот если сейчас вот так вот это не отсортированная да ну питона понятное дело надо отправить в конец чтобы отсортировать этот список до питона отправить в коне или в начало если по возрастанию питона в начало остальных понятно вот так что это не совсем тривиально но еще раз да самое главное что я должен найти конкретную перестановку элементов и еще есть вариант когда вытягиваю из каких-то мест у какой-то допустим там давайте вот лучшие 100 до вытягиваю элементы а из какого-то и их моя задача просто заложить как сказать отсортировать в новой структуре данных до в списке а исходная была принципиально несортируемый ну некий генератор там случайный генератор случайных чисел конечно он будет вам их давать не отсортированными а в генератор он их вообще не запоминает он генерирует на лету вам просто функция которая возвращается только сколько надо возьмёт и насыпит их вот в этом случае я скажу так что я делаю некий скажем так сорта я порождаю некую новую структуру данных на основе некоторого там множество да я создаю некий новый да а другая ситуация ну я ссылаюсь на питон потому что я надеюсь что вы что-то там на основной информатике пропит по питону слышали а другой вариант когда я осуществляю сортировку in place как бы на месте я говорю вот прям вот этот массив никакого дополнительного пространства нету это не то что я возьму новый список и туда буду всех спускать вот нет вот in place вот прямо тут ты можешь взять двоих и поменять местами интересно то что хоть конечно такими простыми перестановками взять двоих кого-то и переставить местами да вот этим вот на самом деле можно можно осуществить любую перестановку то есть глобальная перестановка вот всех в какие-то другие места она может быть осуществлена пошагово него так что все взяли и перешли да то есть представьте себе что некая магия до каждый зверь заранее знает куда ему надо встать и он что называется встал и пошел а этот сюда а этот сюда а этот и так далее они встали и точно все правильно встали до сразу нет нет у нас будет последовательность действий в которых у нас мы будем заменять каждый раз только двоих да то есть мы будем эти обмены делать по очереди на но еще раз главная цель и сама как сказать постановка задачи это в том что мы должны найти и так задача как видите получилось не то что одна задача множество задач да вот мы будем сортировать на месте до задача по парными перестановками это с ужинная задача то есть я ее конкретизировал так зверей я уберу пожалуй сейчас еще кое-что надо не забыть сказать попарными а точнее правильнее еще последовательностью попарных перестановок попарных перестановок до добиться ну короче найти какую-то итоговую перестановку до да ну добиться перестановки исходного массива то что сортировать не массив или не список вообще нельзя я сказал да и элементы должны быть обязательно сравнимы друг с другом они должны быть ордер был да они должны быть в принципе сам оператор меньше больше равно должны быть определен а во вторых он должен быть ну то есть есть некие требования которые сейчас тоже тоже произнесу добиться перестановки исходного массива да исходного массива трата там добиться перестановки элементов исходного массива а вот теперь вот важный момент да на месте это называется так in place да in place да вот но по-русски это без использования дополнительное месте без использования дополнительной памяти имеется ввиду равные исходному массиву да или на месте ну я еще раз говорю да я как бы вот короче взять и хапнуть столько же памяти нельзя надо сказать что есть почему про это надо отдельно говорить есть алгоритмы которые этим пользуются они not in place да и ну это дает некое облегчение да ну вопрос в том а у вас есть дополнительная память или нет если есть пожалуйста нет ну лучше чтобы лучше чтобы на месте так ладно возможно надо посчитать количество максимум а потом ну по максимуму по признаку сортировки мы начнем сейчас не творчески решать эту задачу а мы начнем по-другому я хотел бы ну то есть у меня сейчас скорее сейчас лекционная хотел бы это рассказать но начать надо вообще с проверки факта от сортированности то есть первое нам нужен чекер ну чекер да ну в смысле тестирующая программка да чекер надо научиться в принципе проверять что наш список отсортирован давайте это обсудим итак я даю вот такой список камень ножницы бумага бумага смотрите камень больше ножниц согласно я сделал проверку да ножницы больше бумаги согласно но бумага больше камня а тут внезапно я проверяю да и говорю подождите но ведь камень меньше бумаги как так что за фигня и вот тут надо произнести следующее самого факта существования операции сравнения недостаточно бывает бывает такая ситуация когда ну либо живые представители рода человеческого либо представители животного мира либо даже математические объекты ну я представителей рода человеческого сюда расставлю значит и эти представители рода человеческого да они могут например вот этот мальчик играет в шахматы лучше вот этой девочки а эта девочка в те же самые шахматы играет лучше вот этой девочки и может показаться что мальчик должен выигрывать у вот этой девочки Реальность, она такова, что эта девочка, она строит ему глазки, мальчик отвлекается, и это у него выигрывает. И это каждый раз. Ну, то есть, вот они, что называется, вот в таком. Или классическое, знаете, еще есть это театр кабуки. Не слышали про такой? Ну, там, этот сам, дракон, рыцарь, ой, прошу прощения, наоборот. Рыцарь побеждает дракона, да, дракон съедает принцессу, а принцесса покоряет сердце рыцаря. Да? То есть, вот бывает такая интересная ситуация. Это означает, что само отношение больше-меньше нетранзитивно. То есть, вот эта ситуация, когда А больше Б, АБ больше С. Если на множестве вот этих объектов, которые я называю буковками АБС, если для всего множества этих объектов из этого однозначно следует, что А больше С, то такое множество, то у меня это означает, что значок больше транзитивен. Транзитивность. Понятно? Транзишн, да, это можно перенести. Транзитивность. Да? В этом смысле, вот если к спортивным соревнованиям возвращаться, да, а что если там, не знаю, Спартак победил Динамо, да, а Динамо победила Торпеда, значит ли это, что Спартак победил, победит Торпеда? Вот, нет. Но, тем не менее, в каждом году организуется какая-то система этих самых компараций, кто-то с кем-то там соревнуется, да, но реально, да, это, ну, некое баловство, потому что реальность, ну, как вы можете, order, да, unorderable команды, вот, но, тем не менее, народ с этим играется, балуется, да, они говорят, как бы, типа, давайте, ну, должна же быть некая, как сказать, численная характеристика силы команды, можно сказать так, да, ну, короче, да, но вот предполагая некую степень транзитивности, можно устраивать там шахматные и прочие соревнования, ладно. Но, смысл следующий, вот транзитивность может либо быть, либо ее может не быть, вот камень, ножницы, бумага ее нет, значит, смотрите, массив у меня прекрасный, в нем эти самые, сами ячейки, он изменяемый, ячейки прекрасные, знак больше-меньше существует, но упорядочить нельзя. То есть, само отношение больше-меньше является неупорядочиваемым, да, то есть, его нельзя, их нельзя выстроить в такую линеечку, unorderable type. Причем тут еще раз говорю, важно то, что это, ну, это математическая проблема, да, она не решается программированием. Но чем она решается? Тем, что если мы введем ключевую функцию, которая сводит к числу, если я смогу это померить и выдать не комплексное число, а действительное число, или дробное число, или натуральное, неважно уже, короче, число, ну, вот именно, которое в линейку выстраивалось, вот тогда все окей, тогда я точно смогу делать. Ладно, теперь давайте к чекеру, а то я что-то отвлекся. Какая идея? Давайте представим себе, что в некоторой стране, в которой давно пора ввести контрактную армию, да, призвали на службу некоторое количество новобранцев, да, прапорщик командует этим товарищем, стройся, это будет у меня прапор. Я его обычно красивее рисую, будет у меня сегодня вот такой прапор, грустный прапор будет у меня сегодня. Это ноги, типа, значит, это типа руки. И он им говорит, стройся, вот, и они строятся. Как они построились? Вот они построились, да, вот как-то они построились, да, и он хочет проверить, да, и говорит, будете отжиматься, если построились плохо. Но они говорят, мы построились. Как он будет проверять? Если это множество, если отношение сравнения на этом множестве транзитивно, а рост это число, значит, можно, да, то он может сравнивать попарно и достаточно, чтобы тот, кто стоит слева, был не выше того, кто стоит справа. То есть мне достаточно осуществить попарные сравнения друг с другом вот этих вот элементов. Ну, там, понятное дело, какие-то числа, да, некие аитые. Соответственно, аитый должен быть меньше либо равен а и плюс первого. логика, понятная, простая, да? Если у меня пять солдат, элементы нулевой, первый, второй, третий, четвертый, это их индексы, это не значение, то попарных сравнений у меня будет четыре, четыре, а не пять. Элементов пять, а сравнений четыре. И этого достаточно. Если это выполняется для любого и, да, из диапазона от нуля до чего, учтите, я здесь и плюс первое беру, да, значит, и должен быть не больше трех, да, а это получается n минус два, то есть у меня пять, или у меня пять солдат стоит вот здесь, пять штук, мы видим, да, максимальный индекс имеет, максимальный индекс в массиве четыре, мне нужно, чтобы вот этот и плюс один был равен четыре, но не больше. Значит, и должен добегать до трех только, а три это пять минус два, то есть n минус два. Вот. Мне нужно для любого и из вот этого диапазона, чтобы это выполнялось. Ну и самый простой способ, давайте прапорщик не будет бегать туда-сюда, он один раз пройдет так. А теперь смотрите, надо ли прапорщику идти дальше по списку, да, идти дальше по этому массиву, если он уже в самом начале встретит беспорядок. Все, всем отжиматься. Понятно? Ему не надо двигаться дальше. Соответственно, мне не нужен цикл for. Мне достаточно бежать по этому списку при помощи цикла while. Давайте реализуем сразу, чтобы у нас была реализация этого дела, и мы сможем после этого ей попользоваться. так. Так, только с FPP не забыть. Значит, что мы делаем? Это у нас чекер. Чек, точнее лучше так, чек ордер. Ну, или чек ордер. То есть, проверить порядок. Yes. Итак. Слушайте, мне понадобится парочка служебных функций, а именно мне бы хотелось функцию, которая будет печатать массив. Ну, точнее, на самом деле, вектор, да. Вектор будет. Что я буду сортировать? Слушайте, я буду сортировать числа. Я не буду париться, это будет набор чисел. Соответственно, print, вектор. Я не буду говорить, что это вектор int, но это будет вектор int. Вектор, соответственно, int. Некий там. Я его собираюсь принтануть. For int. Слушайте, я сделаю по-другому. auto. Соответственно, вот так вот. И что я собираюсь? Sout. Соответственно, a. Ой, a. x просто, да. И табуляцию. Ладно, табуляцию. Нет, я лучше пробел, иначе будет это самое. И в конце перевод строки. Все. Вот я себе заготовил print. И больше не буду о нем думать. У меня есть возможность печатать массив. Так, теперь что? Главную функцию. Что мы еще сделаем? Мы сделаем, соответственно, заполнение массива с клавиатуры. Ну, опять же, слушайте. Давайте я лучше сделаю готовую функцию. Назову ее как-нибудь ясно и красиво. Ну, например, input vector. Input vector. И еще, знаете, я хочу, чтобы этот вектор у меня был в качестве возвращаемого значения. Соответственно, что я сейчас сделаю? Я создам вектор a. Дальше я собираюсь сколько-то раз считывать числа. А сколько я буду считывать числа, на самом-то деле? Вот сколько мне реально это надо делать? Ну, я хотел бы, как в питоне, на самом деле, чтобы в одной строке взять да считать. Но это будет некоторый напряг маленький. Потому что нужно будет считать строку. Для этого нужно будет сделать get line. Я забыл using написать. Забыл include vector сделать. Так, yes. Раз, два, три. Вектор появился. Так, теперь что мне, соответственно, get line. Слушайте, я не знаю, делать ли этот напряг или нет. Но, в принципе, давайте это сделаем. Сделаем, чтобы все числа можно было ввести в строке. Значит, соответственно, мне нужно взять строчку с потока ввода. И что делать? Строка мне понадобится. Значит, мне понадобится еще и стринг. И еще мне понадобится еще один модуль, который называется sStream. Это строковые потоки. Поэтому я сейчас сделаю, собственно, sTr. s пусть называется. Ладно, line пусть называется вообще. Соответственно, это line, это строка. String line. Так, вектор потом чуть позже сейчас появится. И мы будем в него долбить слова из этой строки line. Значит, мне ее надо сплетануть по... Точнее, не сплетануть. Мне надо из нее вытаскивать int. И запихивать их в pushback, их в мой a. Сколько же возни. Значит, для этого я воспользуюсь, собственно, считыванием из потока, который я себе сделаю. Это будет называться string stream. И, собственно, line stream. Ну, по сути, я буду этим потоком пользоваться для парсинга. Line parser. Хотя, назвать поток парсером, наверное, нельзя. Ладно, пусть будет line stream. И теперь я из этого line stream буду считывать так, как будто это c-in. Тем самым получается, что я считываю из конкретно данной строки. Вот я знаю вот такой способ, как добывать числа, соответственно, из этого. Теперь вопрос, сколько раз это делать? До каких пор? До каких... До коли? Если честно, я не помню, как проверить, что line stream у меня опустошен. Ну, есть какой-то способ. Сейчас. Давайте этот самый посмотрим на... ru.cppreference. Так, значит, меня интересует что? String stream. Это у нас ввод-вывод. Где у нас? Потоковый ввод-вывод. Замечательно. Stream. String. Интересно, почему он так называется. Раньше string stream назывался. Устарело. Basic и string stream. Реализует высокорунивые операции для ввода, для потока на строке. Вот, по-моему, оно мне надо. И смотрим, что он поддерживает, какие функции есть. Так. Соответственно, оператор извлекает форматированные данные из потока. Так. Get символа не надо. Извлекает символы, пока не будет найден заданный. Завлекает блоки. Синхронизируется. А как проверить государственных? Это неправильный перевод. Good. EOF. Ну, видимо, EOF меня интересует. Наверное. Наверное. Поэтому пока line stream EOF, вот так вот, not, пока не конец этого потока из строки. И, соответственно, я добыл из него число. Это я все делаю сплит по этим самым, исчитывание, как это, input split. Да, делаю некий аналог. Только intую еще. Значит, это дело втаскиваем куда? A.pushback.x. И этот получившийся вектор возвращаем. Надеюсь, я не навалял. Я это дело сверну. И сейчас мы просто попробуем сделать что? Вектор intов, соответственно, создать. Да, некий. Да. Туда сделать input вектор. Соответственно. И потом print вектор. Его передать. Все. Это пока первое, что я делаю в принципе. Давай, заводись. Ну, вот мы и приплыли. Вот мы и приплыли. Экспекта точка с запятой. Слушайте, это же чудно. Всего лишь точку с запятой пропустил. Да не может быть. Просто не может быть такого, что заработает еще сейчас. Это будет вообще чудо. Ну что, 10, 20, 30, 40. Так, 0. Ой. Как так? Я не знаю, как он у меня. А что если я сделаю сразу input вектор? Return A. А где вы вектор печатаете? А? Говорю, где вы вектор печатаете? Print вектор. Я аж первая эту функцию сделал. Вот она. Я не знаю, потому что она свернута, подумал, что она все написана. Не, не, в ней написано. Все, но я сейчас попробую просто задать вектор вот так вот. И проверить отдельно print вектор. Print вектор работает, а input вектор как вот. Где-то я, видимо, навалял. Странно, конечно. Ну а что если я эту line просто тупо распечатаю? Вся outline. Ну и в кавычках что-нибудь напишем. Какой-нибудь значок. Чтобы увидеть факт того, что этот дубль, это вот он отсюда вылез. А, я забыл. У меня аж input-то теперь не вызывается. Ну эти, кстати, по идее. А, да. Я же присваиваю, так что они должны стереться. Ну давайте пробуем. Ну, строка считывается. Строка считывается. Из строки что-то это самое попадает. Что не так? Что не так? А ну-ка, давайте распечатывать вот здесь вот, соответственно, SEAUT X. Ну и дальше какой-нибудь тоже символ забавный печатать. Прям по пути. Ну, я хочу убедиться, что мое решение работает или вообще не работает мой сплит. Что это такое? Или с возвратом. Ну и отладка тоже. И, ребят, ну C. Это C. Плюс-плюс. На, минус-минус. Ну что, ничего не печатает он. Ничего он не печатает. Добывает он из этого потока плохо. Лайн-стрим. А, ё-моё. Ну, голова два уха. Я никак не связал строку лайн со своим потоком лайн-стрим. Ну, конечно, так нельзя. Вот так надо. Надо, чтобы его инициализировать и сразу сказать ему, вот твоя строка. Всё. Вот теперь должно быть, по идее, норм. Правда, откуда там бралось всё то число, я понятия не имею. Давайте посмотрим, что из этого получится. Как он? А, ну он был не инициализированный стринг-стрим. Понятно, что там был бред сивый кобыл. Во! Всё нормально. Всё. Тимофей Фёдорович ошибся вот в этом месте. Товарищи, всё у нас работает. Я уничтожаю лишние распечатки. Да, вот так можно сделать input со сплитом иинтованием на си. Из одной строки и только из неё, при этом заранее не зная, сколько же там символов. Понятно? То есть вот количество символов, оно по... Количество, прошу прощения, чисел, по факту, сколько есть, столько и есть. Я что-то не то сейчас удалил. Вот, вот, вот это надо было удалить, а я удалил не то. Вот так. Всё. Итак, я умею вводить, распечатывать массив. И всё это красиво. Список. Вектор, простите. И всё у меня прекрасно работает. И вот я его ввожу, распечатываю. А теперь давайте проверять его порядок. Сделаем это так. Так, я сделаю некую функцию, которая будет получать if, соответственно, ascending order. А лучше сделать так, is ascending ordered. Ну, лучше так, is ascending order. Вот так вот. Соответственно, является возрастающим порядком. И так, соответственно, и я передаю туда этот вот. И, соответственно, вот здесь я сейчас напечатаю. Да. Да. А если нет, то я, на самом деле, не знаю, descending или нет. Но я точно могу сказать, что not descending. Ну, как бы не отсортирован, not sorted, можно сказать. Всё. Ну и, да. Теперь весь вопрос в том, как мне это дело написать. Да. Естественно, что я сейчас размечтался, такой функции нету. И компилятор меня сюда тыкает носом. Говорит, ты размечтался. Нету такой функции. Что мне нужно сделать? Написать её. Итак, давайте напишем такую функцию. Вот она будет как раз нашим алгоритмом. Она будет возвращать логическое значение. Bull. Я должен... Да, кто такой A? Ну, это вектор. На самом деле, мне не обязательно, как для распечатки, и для распечатки, мне не обязательно передавать сам вектор, я могу передать только ссылку на вектор. А уж если совсем так вот сказать, то на самом деле достаточно передать константную ссылку на вектор, именно потому что я не собираюсь менять этот вектор. Я буду его изнутри функции только просматривать и ссылаться на него, и ещё и неизменно ссылаться, чтобы не поменять его изнутри и копию не создавать. Ладно. Но это некие детали, которые сейчас вас не интересуют. Итак, что я сказал? Что прапорщик, возвращаясь к прапорщику, должен проверить вот этот факт двух этих правильной упорядоченности. И как только он встретит первую такую беспорядочность, он говорит, бастует, говорит, ужас, кошмар, всё, до свидания. Да? Итак, как это будет выглядеть? Я беру, собственно, позицию, давайте назовём её I, от слова индекс, и начнём от начала. Говорю, пока, пока что? Первое, пока я не вышел за границу, да, пока I меньше, чем что? A.size. Ой, I'm sorry. Вы же помните эту беду, да? А что, если, не дай бог, мы сравнимся с беззнаковым? Да я, ой, а size он беззнаковый, не дай бог, I-1 будет. Я это уже помню. Давайте его интонём. Мне не нравится это дело. Ну да, ладно, короче. А что я собираюсь сделать? Значит, я сделаю сейчас следующим образом. Если вдруг, если вдруг, если вдруг, у меня A и ты, да, оказался выше следующего. Ой, слушайте, я тут так про интование, это самое, как сказать, забеспокоился, что забыл сказать минус 1. Обратите внимание, за счёт того, что I меньше, то он будет доберётся, в смысле, меньше либо равен, окажется только A.size минус 2. A.size минус 1 не будет достигнуть самим I. А вот I плюс 1 достигнет A.size минус 1, ну то есть N, ну как я тут написал, там N минус 1, соответственно, да, достигнет, но I плюс 1 его достигнет. Короче, если непорядок, как Кузька кричал, да, непорядок, да, что мы должны в этом случае делать? Да сразу на самом деле можно делать return false, просто досвидос. Мы можем дальше даже цикл не продолжать. Ну, вы понимаете, return прерывает цикл, прерывает вообще всё и выходит из этой функции с false. И только если я добежал до конца, только тогда я возвращаю, соответственно, true говорит, да, 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 всё нормально. Раз я дошёл до конца, да, значит, то есть автоматически. Иначе бы я уже вышел, да. Ясно? Вот. Ну вот так вот, соответственно, вот такой вот чекер. Давайте проверим его работу. Ну, что тебе не устраивает, дорогой? А.size. Скобки. Скобок не хватает. Ему не хватает скобок. И пора ввести что-нибудь. Давайте проверим, как работает мой чекер, да. Я сейчас введу какие-то числа. Дорогой, ты чё? Что происходит? Я зациклился. Почему я зациклился? Товарищ, почему я зациклился? Ну-ка, всё перед вашими глазами. Ай не увеличивается. Ай не увеличивается. Всё абсолютно верно, да. Мне нужно обязательно вручную самостоятельно увеличивать. Ай, ну мне придётся прервать. Control Break, по-моему, в Индии это делается. Вообще, Control C в хороших операционных системах. Это же цикл While, товарищи. В цикле While мне надо явным образом шагать. Да, явным образом шагать. Ну окей. Меня это устраивает. Давайте запустимся ещё раз. И проверим, что наша программка... Она обнаруживает. Not Ascending. Давайте сделаем возрастающий. Ну я надеюсь, что тут больше цифр. Я добавлю ещё одну. Ascending. Итак, вот наш чекер, который работает. Итак, стартировка обезьяны состоит в следующем. Допустим, у нас есть некоторое... Слушайте, это проще даже объяснить, чем рисовать. Ну давайте я предположу, что у меня есть некий набор чисел. 5, 2, 3, 4, 1. Ну, как видите, здесь ровно числа от 1 до 5. Но они не упорядочены. И вот представьте себе, что обезьяна взяла коробку, вот такую, да, с числами. Взяла, потрясла, 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 оп! И смотрит. А единственное, что есть у этой обезьяны, это хозяин, который даёт ей банан, если массив отсортирован. Она неким случайным образом перетасовала 4, 2, 3, 5, 1. И приносит хозяину, хозяину, чекер, да? Как там, не отсортировалась случайно? Хозяин говорит, нет, не отсортировалась. Обезьяна берёт коробку с числами, трясёт, трясёт, трясёт. И что? Ну, какая-то там 2, 1, 5, 3, 4. Она снова приносит хозяину, как там хозяина, отсортировалась, нет? То есть смысл следующий. Да, пока, я лучше напишу прям по-русски. Пока не отсортирован, да, ну, некий массив там, да, а, да, перетасовать, а. Во, всё. На самом деле, что? Мы всё ещё на записи работаем. Да, мы заработаем на записи, но мы за вопросы задавать-то можно в любом случае. На записи. Да, имеется в виду то, что какая гарантия, то, что у нас там 50 потрясываний подряд, у нас не будет одно и то, один и тот же результат. Прекрасно. Ну, представим себе, что вот эти перестановки, ну, действительно, а кто сказал, что она вообще случится? То есть вопрос в том, а сколько вообще перестановок? Вспоминаем комбинаторику. Сколько перестановок существует? 5 факториал. 5 факториал. Ну, n факториал, да, то есть если их n штук, да, если их тут n штук, соответственно, то у меня всевозможных перестановок n факториал штук. Дело в том, что сортировка обезьяны является ярким примером полнопереборного алгоритма. То есть у нас есть множество всевозможных ответов, да. Ответ является, собственно, перестановкой, да. То есть нам нужно найти какую-то конкретную из n факториал перестановок, да, которая является ответом. Помните, мы методом этого двоичного поиска искали ответы, да? Помните, я вам говорил, да, давайте этот, поиск по ответу, да, двоичный поиск по ответу. Но в данном случае двоичный поиск по ответу организован быть не может. Потому что нельзя как-то прям удачно сравнить, какая перестановка больше, какая меньше. А самое главное, что множество этих перестановок, оно два в степени, ой, n факториал, их много. Соответственно, мы можем только тыкать случайным образом, ну, можно не случайным. Можно начать систематически. Взяла так, переставила, потом взяла какие-то еще. То есть можно же взять и начинать систематически перебирать всевозможные перестановки. Не случайно, систематически. Вопрос в том, когда мы это сделаем. Когда мы найдем ответ. В худшем случае мы найдем его последний. n факториал, как ведет себя n факториал. Это, собственно, вот функция, которая возрастает вот так вот. Просто даже не то же, она вот слишком, я слишком слабо нарисовал, да. Ее сложно даже изобразить ту степень, ту скорость, в которой она возрастает, да. Чем больше число, тем быстрее она улетает вверх. Понятно? Ну вот. Поэтому факториал это сверхбыстро возрастающая функция. Естественно, что так нормально отсортировать, даже на мощном компьютере, 100 чисел невозможно. Просто невозможно, да. Ну а если вы там 10 чисел, можно отсортировать сортировку обезьяны? Ну, наверное, да. Но 10 факториала-то еще какое-то, ну еще возможно. 5 факториала, да не, ну 100, 120 раз это еще ничего. Шесть чисел, 7 чисел. Но с каждым дополнительным числом сложность задачки возрастает катастрофически. Следующая сортировка, о которой вам расскажу, называется сортировка дурака. FullSort. Вот. И она, между прочим, является очень интересной. Давайте мы возьмем наш чекер, который у нас есть. Да. Чекер проверки отсортированности. И сделаем некоторую его модернизацию. Итак, ну я, естественно, мне придется сейчас сделать копию. Я же не хочу уничтожить эту функцию. Поэтому мы ее себе оставим. А, стоп. Давайте так, эту программку уже не будем трогать. Да, вот я сделаю лучше ее копию. Сохраню как? Рядышком. И сделаю, собственно, FullSort. Cpp. Угу. Окей. Ну, проверку отсортированности я сделаю. Но, собственно, я еще и распечатаю в конце сам список. То есть, вот после сортировки. А здесь я буду запускать функцию, которую назову FullSort. Да. Эта функция должна будет сортировать сам вектор А. Для этого мне придется передать его именно как ссылку. Значит, я делаю копию вот этой из AscendingOrder. Да. Делаю ее. Называю ее. Сейчас. Это ее копия. Соответственно, я назову ее FullSort. Никакого булла нам возвращать не надо. Она будет просто работать in place. Она будет void. Но она будет обращаться к вектору не как к константной ссылке. А то, что это ссылка, будет означать, что я работаю именно с тем вектором, который мне передали. Не копируя его, а прямо его ковыряя. Вот. Ну, собственно, теперь смотрите. Итак, у нас прапорщик стоит перед строем солдат. Да. Вот у меня строй солдат, по которому надо бежать. Прапорщик встал в самое начало. Когда он будет заканчивать? Ну, собственно, пока не кончится, собственно, этот список. Если он дойдет до конца, то все нормально, будем считать, что все в порядке. Да? Ну, мне ничего ретернить не надо. Дошел до конца, значит порядок. Ну, я только комментарий оставлю. Ну, если я дойду до конца, значит везде порядок. Но вот тут я сделаю модификацию. Дело в том, что прапорщик не должен паниковать, обнаружив непорядок. Да? Непорядок. Что надо сделать? Надо исправить. Ну, слушайте, я сейчас слишком сильно мешаю, мне надо себя уменьшить. Вот так вот. Значит так. Непорядок. Исправить. Как исправить? Ну, для этого мне необходимо будет сейчас это несколько действий. Ну, на самом деле можно сделать как? Свопнуть, да, значение. Сейчас мы сделаем своп. Ну, есть. Return ни в коем случае. Мы же не собираемся уходить, увидев нее. Мы не паникуем. Непорядок. Исправить. Значит, что я делаю? Я делаю своп. Кого? А и того. И А и плюс первого. Та-дам. Но, подождите. Если я просто пойду дальше, так дело не пойдет. Это не сработает. Я сделаю некий такой сортирующий проход, но этого мало. Это недостаточно. Что же я сейчас тогда сделаю? Я скажу, а давайте я начну сначала. Ну, то есть я отсортировал, одну перестановочку сделал попарную, да? Давайте начнем сначала. Ну, надо сказать, что начать сначала это хорошая идея, но уж если я начал сначала, то пропускать первую пару не надо. Поэтому мне надо, уж либо я наш увидел непорядок, и тогда я переставив начинаю сначала, либо, если все в порядке, да, порядок, идем дальше. Тут порядок, да, давайте, тут порядок. Просто идем дальше. Понятно? То есть получается, да, пока не дошел до конца, пока не в конце, да, ну, или, скажем так, лучше, пока справа кто-то есть. Ну, кто-то, в смысле, да, есть логичный и плюс один, да? То есть мы, в принципе, можем справнивать порядок, непорядок, то есть есть с кем сравниваться. Да? Это раз. Значит, ну, и если, собственно, непорядок, то исправить. Понятно? Исправить и прыгнуть в начало, значит, мы делаем полную перепроверку, да, перепроверяем, еще раз, скажем, снова сначала. Понятно? Начинаем, собственно, проход сначала. Совершенно очевидно, что я дойду до конца только в одном случае. Только в одном случае я дойду до конца. Сейчас, у меня, по-моему, вот так должно быть. Если я не прыгнул на начало. Но если я не прыгнул на начало, значит, у меня вот это ни разу не случилось. Если это ни разу не случилось, значит, аиты, каждый, аиты, меньше ли, равен, аи плюс первого. Согласны? Таким образом, если уж я дошел до конца, значит, порядок везде. То есть, как видите, фулл сорт является естественным, достаточно естественным способом, который гарантирует нам, ну, собственно, является, по сути, проверкой порядка. Интересно то, что количество действий, которое потребуется, оно будет у меня, ну, сейчас увидите. Давайте посмотрим, как работает такая стартировка. Дадим набор чисел. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, слушайте, мне, чтобы увидеть эффект, необходимо немножко побольше. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Это же Си на питоне я поувидел раньше. А здесь придется чуть-чуть его поднапрячь. Уж слишком быстро Си работает. Я боюсь, что я и на двадцати элементах могу этого не увидеть. Что я сделал? Я ему говорю, вот, пожалуйста, тебе. И он, оба, сразу мне решил. Я так радуюсь, прекрасно. Ну, на самом деле, первый принт был до сортировки, второй после сортировки. И чекер сказал, да, все нормально, отсортировали. Да? Давайте сделаем сейчас... Слушайте, дайте мне... Я хочу питона в качестве генератора. Пусть он будет генератор тест-кейсов у меня. Ну, чтобы я не с руки вводил числа. Не хочу с руки. Вот. Так. Перезапускаемся. И делаем этот. Так, дорогой. Эй! Эй-эй-эй! Я случайно интервьюл. Эй! И он мне сказал, что он упорядочен по возрастанию, да? Так почему же ты висишь, дорогой? Интересно, почему висим? Ладно, давайте... А, может, я в слово Sending ему ввел. И это самое. Поэтому он и висел, что он не мог прочитать числа. Такое может быть. Так, ладно. Значит, вернемся к содержательной части нашей функции FullSort. Да? И, значит, еще раз вернемся к числам. Копия. Пейстес. О! Ну, он его упорядочил, смотрите, да? Вот он его упорядочил. Все нормально, да? Все нормально? Все нормально. Давайте сделаем сейчас немножко побольше. Давайте я... Так вот. Сколько чисел дадим? Ну, слушайте, мне реально не хватит, если я сейчас сделаю 20-40. Давайте хотя бы сотню. Давайте, может, сотню он... Не это самое. Ну, много будет чисел, да? Но, тем не менее. Давайте воткнем сотню. А что, если попрошу его отсортировать сотню чисел с сортировкой дурака? C слишком быстро работает. На питоне я бы уже увидел. Давно увидел бы. Еще на 20-ти я бы увидел торможение. Нет, не то. Прошу прощения. Еще раз. Я... Чего-то он мне не скопировался. Надо руками копировать, видимо. Вот так вот. О, вот так хорошо. Негодяй. Он негодяй. 100 чисел с сортировкой дурака взял и отсортировал. Я даже не заметил особо. Ну, execution time он написал мне 9 секунд. Ну, реально эти 9 секунд, это связано с ожиданием, пока я ctrl-c, ctrl-v туда делал. Нет. Это абсолютно не про то. Но я его сейчас убью. Я сейчас ему сумму тысячу чисел и посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что хотя бы на тысячу я это наконец-то замечу. Ну, давай, дорогой. Не надо тормозить. А питон, наоборот. Он очень умный, такой высокоуровненный. Но тормозит. Вот, прям. Ну, я думаю, что здесь еще связано с тем, что я это сунул ему прям в параметры списка. То есть, сам характер того, как я это сделал, не совсем красиво. Ну, сейчас уже дождемся. Ну, и в принципе, еще и idle, наоборот, такой, и большое количество буферов. Вот вывод. Yes. Тоже быстровато. А? Говорю тоже быстровато. Что быстровато. Ну, как бы, имеется в виду, основное время ушло на то, чтобы печатать. Давайте посмотрим. Сортировка дурака, тысячи чисел. Я потрясен. Вот честно. Я потрясен тем, насколько же можно плохо программировать на языке СИ. Он сейчас, на самом деле, сглотнул за буквально секунду. Но я еще раз запущу, чтобы вот вы осознали. Да, давайте. Тысячи чисел. Раз. Два. Я не успел две секунды посчитать. Вот полторы секунды максимум ушло на сортировку елки-палки тысячи чисел. Это очень много. Очень. Но на самом деле я могу сейчас сделать неприятность. Я это могу сделать легко. Я сделал всего лишь 200 чисел. Будем считать, что это была одна секунда. Давайте заставим его сортировать 200 чисел. Сортировку дурака. И я просто вставлю еще раз те же самые числа. Так. Что-то мне не нравится, как он их вставил. А он больше не вставляет. В строчку, видимо, больше не влазит. Ну, проблема, что в строчку больше не влазила. К сожалению, самокомандная строка Windows ограничила ввод количество чисел. Но, слушайте, беда какая-то. Ужас, беда и кошмар. Но на самом деле, если я сейчас, ну, я же могу, на самом деле, кроме ввода вектора, могу сгенерировать в конце концов. Давайте откажемся от вот этого и сгенерируем его прямо вот тут вот. Я сделаю это так. Я вот возьму и начиная от... Сколько я хотел? Я хотел всего лишь 2000. Ну, вот так вот. Я не буду его печатать. Ой, вот так вот. Что я делаю? Господи, что ж я комментирую, как в этом? Как в питоне. На самом деле, действительно, оно комментируется. Вот. Только не совсем стандартно. То есть, это через Define, как бы вот оно вот, через припроцессор. Ну, оно может привести к глюкам. Поэтому лучше так не делать. Комментировать надо двойной косой чертой. Так, принтовать. Будем ли принтовать вектор из 2000 чисел? Да, давайте, слушайте, я его генерирую. Давайте его принтанем, чтобы мы его увидели перед тем, как мы его будем. Эй, что тебе не понравилось? Х. А, я переменную не тут писал. Ну, давай, дорогой. А, точка с запятой забыл. Ес. Ну, что я вижу? Он, я забыл, принт вектор. Я зря убрал первый принт вектор, потому что мы в результате не видим вот этой отсечки. Вот этот принт вектор как раз надо оставить. Тогда мы увидим факт, что эти числа присутствуют. Вот они вывелись, да. Он мне 2000 чисел выплюнул на экран. А теперь, как видите, мне приходится ждать. Я уже могу сосчитать 3, 4, я вам скажу, до 8 надо сосчитать примерно. Ну, можно до 10, там же было больше одной секунды. Я удвоил количество чисел, а скорость не удвоилась, а больше, чем удвоилась. Она стала в 8 раз больше. Ну, можно прикинуть, ведь теперь у нас это время, видите, там 19 секунд, да. Теперь это время, оно пропорционально, как сказать, пропорционально. То есть, теперь оно же не ждет ввода с клавиатуры. Теперь вот это execution time, он реально именно время счета, ну, плюс, да, время распечатки. Ну, короче, на самом деле я сейчас удвою это дело, и у меня время... А давайте я, наоборот, его уменьшу. Мне не хочется ждать в 8 раз дольше, чем 8 и 20, это будет больше минуты. Все-таки я не хочу. Давайте я лучше уменьшу в 2 раза, и я увижу, что время уменьшится в 8 раз. Сейчас, секундочку, оно уже у меня отработало. 2 и 9, то есть 3. Если я поделю 20 на 3, ну, примерно, примерно 20, например, на 3, да, что получается? Примерно 7. Ну, около того. На самом деле, тут, как сказать, времена не точно меряются, еще же, вот вывод. Вот если реально засекать время самого фулл сорта, то оно будет пропорционально кубу. Куб. Н в кубе. Количество элементов в кубе. И фишка в том, что мы привыкли к тому, что много вложенных циклов – это плохо. А здесь один вложенный цикл. Цикл-то один. Да? И получается, что вроде бы цикл вложенный один, а сложность кубическая. Понятно? Вот она фишка и интересный эффект сортировки дурака. Пишется она примитивно, да, а результаты… Вопрос. Как нам ее улучшить? Ну, слушайте, давайте я все-таки буду отдельными файлами прямо это делать. Да? Давайте сохраним как и сделаем… Сделаем, соответственно, бабл сорт. Сортировка пузырьком. В чем идея сортировки пузырьком? Она очень похожа на сортировку дурака. Очень. Значит, проблема в том, что мы начинаем проход сначала, да? Нельзя начинать проход сначала, надо его продолжать. То есть мы будем, увидев непорядок, будем делать своп, да, и идти дальше. Ну, идти дальше надо по-любому, да, в данном случае. Просто идти по-любому дальше, да? Можно даже сказать так, что, ну, и раз мы по-любому идем дальше, и почему нам не воспользоваться циклом for в этом случае? Ну, то есть цикл for, это же будет по сути как цикл while, да? Только вот у меня будет, вот это дело, оно будет в нутрях припрятано. Вот у меня условия. Да, все точно так же. Пока справа кто-то есть, вот я шагаю направо, да. Ну, и заметив непорядок, я его исправляю. Ну, как вы понимаете, еще раз, вот это некий такой сортирующий проход. Я отказался от него в прошлый раз, когда делал сортировку пузырьком, да? Я отказался от него и сказал, ребят, ну подождите, это сортирующий проход, он не помогает отсортировать массив окончательно, нужно возвращаться назад. Но я скажу по-другому, а давайте возвращаться назад, да, и еще раз делать сортирующий проход, пока не отсортируем. Почему нет? Но дело в том, что мне не нужно делать так. Я могу, конечно, сделать пока, да, соответственно, not, как там, ascending order. Могу? Пожалуйста, я могу так делать. И запускать этот сортирующий проход, пока не добьюсь вот этого порядка, да? Но дело в том, что есть способ, ну, дело в том, что вот это вот действие, оно будет предполагать проход по списку. Тем самым, ну, это будет усложнение. Но по существу это правильно. Пока массив не отсортирован, да, сразу делают сортирующий проход. Вот она сортировка пузырьков. Понятно? Но мне хотелось бы все-таки, во-первых, не запускать какую-то внешнюю функцию, а, во-вторых, не делать этот лишний проход. Дело в том, что сам вот этот вот сортирующий проход, он сам уже определяет непорядки, да? И если непорядок случился, я могу это запомнить. Давайте я создам такую переменную из sorted. Ну, к сожалению, у меня, как видите, есть стандартный алгоритм, из-за этого он подсвечивается, так как есть swap функция, есть такая функция из sorted. Давайте мы лучше сделаем не sorted, как-нибудь просто, ну, просто sorted flag. Соответственно, я что говорю? Ребята, false, да, я не отсортировался. То есть, смотрите, перед тем, как начинать сортирующий проход, я понадеюсь, что массив отсортирован, да? Надежда умирает последней, да? Перед проходом, да? Понадеемся, да, что в массиве все в порядке, да? Ну, понадеемся на порядок. Вот так вот, да? На упорядоченность. Давайте лучше на порядок. Так помещается. Понятно, да? Ну, мне такая булевская перемена будет нужна, да? Это будет флажок такой. Ну, мне достаточно будет запомнить это дело, да? А теперь смотрите. До каких пор я должен отсортировать? Ну, пока не отсортируюсь. Пока этот флажок не окажется, чего, правдой. Ну, если начальным состоянием его будет false, то, к сожалению, я просто, в принципе, не попаду в цикл сорвировки. То есть, получается, что начальным состоянием до циклов вот этих запусков мне нужно выставить, что false, то есть, я говорю, ну, давайте в начале, да, я, как сказать, предположим, что не отсортирован, да? Ну, хотя бы один проход надо сделать, да? Да? Нужен. Согласны? То есть, хотя бы проверить надо? Надо. Поэтому я вначале говорю false, дальше. А дальше я говорю просто, пока not sorted flag, пока он не окажется правдой, продолжать. Да? Пока он ложный, долбим. И каждый раз перед сортирующим проходом я надеюсь на порядок, потом обламываюсь, встретив непорядок, обламываюсь, он становится false, да? Я возвращаюсь к проверке, а как там, непорядок случайно? Разочарованно, снова говорю, ну, давай понадеемся, выполняю сортирующий проход, и если я ни разу не сделал swap, ни разу не обнаружил беспорядка, то я на следующей итерации внешнего цикла while обнаруживаю все в порядке, sorted flag true, not sorted flag false, в цикл больше входить не надо. Понятно? То есть, вот эту логику, раз я дошел до конца, значит, порядок везде мы убрали, да? А количество сортирующих проходов мы сделали, ну, столько, сколько надо. На самом же деле, их не будет бесконечное количество. Дело в том, что за каждый сортирующий проход происходит нечто гарантированное. Я могу увидеть это, если я вставлю отладочную распечатку. Я ее сейчас удалю после того, как это со мной, или закомментирую. Вот, я ее сейчас это самое, закомментирую. Но я хочу, чтобы увидеть, что происходит с массивом. Да, и давайте я сделаю чисел поменьше, поменьше. 10 чисел, чтобы мне вот было видно и было понятно. Да, и даже можно еще меньше. Давайте, 5 чисел. Да, впрочем, давайте я сделаю сейчас вот так вот. Я запущу просто ввод чисел. Тогда их печатать не надо. Только сортировка у меня будет называться Bubble Sort. Ну, и я после этого печатаю. Да. Ну, а естественно, он мне там чекер отметит, что да, все отсортировано. Но на всякий случай я его выкидывать не буду. Пусть он мне тоже там меня чекает. Итак, я могу ввести, что хочу. Давайте я поднимусь к самому алгоритму Bubble Sort. Отладочные распечатки будем сейчас смотреть. Я делаю какой-нибудь массив, чей такой, например, 5, 3, 4, 1, 2. Ну, я так вот просто что-то ввел. Итак, смотрите, что произошло. Во-первых, можно заметить, что, собственно, первый список и второй, они очень похожи. Но кое-что произошло важное. Пятерка перешла в конец. Дальше. 3, 4, 1, 2. Пятерка дальше останется в конце до самого конца. Дальше. Что произошло вот здесь? 3, 4, 1, 2. У меня 3, 4 вначале не поменялись. Да, они были в правильном порядке. 4, 1 поменялись. Да, четверка поползла вправо. Четверка с двойкой поменялись. И получилось, что, по сути, четверка всплыла наверх, как пузырек. Наверх, в смысле, вправо, к концу массива. Да. Потом тройка всплыла в конец. И после этого у меня произошел проход, который просто прогнал и проверил, что перестановок больше нет. Все норм. Это стоимость этого дополнительного прохода точно такая же, как стоимость запуска из Assembling Order. То есть, просто факт проверки. Но эта распечатка, она происходит уже вне сортировки. Понятно? Таким образом, я вижу, что у меня самый большой элемент, ну, это если я сортирую по порядку возрастания, всплывает в конец, как пузырь. И получается, что у меня нарастает отсортированный хвост у этого массива. Таким образом, я понимаю, что глупая сортировка пузырьком, ну, простите за это, не фулл сорт, это именно такая simplified bubble sort, да, такая совсем отупевшая, да, я ее рядом напишу, да, и почему я напишу ее, потому что ее часто я встречал в школьных вариантах, да, именно simplified, в ней мы не будем в этот флаг вводить, ну, школьники, они же не знают ничего про флаги, да, буллевские переменные для них вещь незнакомая, а вы, школьники, все-таки умные. Поэтому что мы сделаем? Значит, for, я сделаю такую вещь, как проход, переменная будет называться у меня проход, ну, не по-русски вот так вот проход, а по-английски bypass, passing by, вот будет bypass такой, да, bypass, сколько мне нужно этих проходов? Ну, от нуля условно, да, n минус одна штука, n раз не надо, n это длина, ну, у меня вот у меня запасено, на самом деле мне достаточно скопировать это вот оттуда, да, вот это вот значение, только i заменить на bypass. Да, ну и нужно, чтобы он возрастал, ну, слушайте, я здесь все-таки хотел школьный вариант, в школе вряд ли его назовут bypass, в школе назовут его как-нибудь типа там k, да, давайте удалим мои комментарии, давайте asize я назову просто n, а поскольку он уже int, то я ставлю только n-1, и вы сейчас должны увидеть то, что видели в школе, если вы это видели, ну, может быть, вам по-другому рассказывают сортировку пузырьком, sorted flag не нужен, отладочная распечатка не нужна, видели такой вариант сортировки пузырьком? Можно ответить? Нет, нет. А вы еще никогда не видели сортировку пузырьком? Никакую? Это правильный вопрос. Не видели. Понятно, ну вы же восьмой класс, еще действительно рано. Ну, значит, вы расскажете, увидите и расскажете другим. Есть вот такая интересная оптимизация. Дело в том, что, как вы видели, вот тут по отладочной печати у меня нарастает хвост, который заведомо отсортирован. Там и так каждый раз максимальный элемент 100% впихнулся в самый конец. Понятно, да? Что я из этого могу вывести? Какие последствия, какие следствия из этого? Я могу, когда я делаю сортирующий проход, вот я могу не добегать до конца на К, ну, минус 1 у меня и так, там обязательно, да, чтобы я не вышел с границы массива. Но я могу дополнительно отшагивать К, ну, если К от нуля. Да? Ну, считают, минус 0 дополнительно, минус 1 на втором проходе, если я хвостик откусил маленький, потом еще хвостик откусил. Возникает вопрос, а нельзя ли модернизировать вот эту бабл сорту, чтобы и она тоже не бегала по тому хвостику? Ничего страшного не случится, если она пробежится в конце, там, по вот этому вот уже заведомо отсортированному кусочку. Ничего страшного. Но лучше, если я это дело фильтрану, да? Что я могу сделать дополнительно? Это маленький апгрейд, да, такой. Давайте введем каунтер, счетчик, количество проходов, да? Да? Ну, я даже не знаю, байпэс каунтер. Да? Как любой счетчик, он будет тупо прибавлять единичку в конце прохода. Да? Ну, я даже не знаю, надо ли мне печатать эту ладочную распечатку, я, пожалуй, ее уже закомментирую. А вот байпэс каунтер плюс равно 1 я буду делать, ну, или плюс-плюс. Да? Зачем он мне нужен? Вообще он мне не нужен. Ну, я могу его принтануть в конце, чтобы, ну, так, было весело мне, чтобы я узнал, сколько проходов понадобилось. Да? Ну, так, давайте вот покажем проходов, получилось байпэсс. Так, просто для интереса, сколько же проходов понадобилось для сортировки. Но вот для чего он мне нужен, это для сокращения количества проходов. То есть вот здесь вот сделать дополнительно минус, собственно, байпэс каунтер. Ну, знаете, я даже вот как сделаю, я, пожалуй, вот это дело сейчас вынесу за скобки, а то не дай бог отрицательное. Ну, не может получиться отрицательное на самом деле. Вот, но просто вот так. Ок. Поехали. Поехали. А что он хочет от меня? Я тут что-то ему, скобку одну не убрал. А тут что-то от меня хочешь. А, я тут скобку одну удалил. Ну, знаете, на самом деле, поскольку тут по одной команде, то на самом деле, будем честны, вот это та ситуация, когда фигурные скобки можно вообще убрать. Ну, то есть это редкая ситуация для C++, когда можно фигурные скобки не ставить. Но у меня просто внутри этого цикла один оператор, ну, потому что дальнейшее все это его просто уже тело, да. Внутри этого for один оператор, внутри этого if одно действие. Ну, то есть вот это редкая ситуация, когда можно вот схалтурить, и вот она симплифает до нельзя. Вот школьники, которые, как сказать, не соображают в алгоритмах, они зазубривают наизусть вот этот вариант сортировки пузырьком. Если они пишут на C и не умеют пользоваться стандартной сортировкой, либо на Pascal и не умеют пользоваться стандартной сортировкой, то им это приходится условно зубрить. Но пользы от зубрежки мало. Тут вообще сортировки надо запоминать именно, не запоминать, прошу прощения, а ими пользоваться именно ради того, чтобы понимать, как устроены алгоритмы. Ну, давайте что-нибудь введем. Не знаю там. Ну, я не все, у меня не все красиво ввелось. Что там еще введу? Ну, вот, короче, пожалуйста. За 8 проходов он это отсортировал. Да? Видите? Ну, дурная сортировка пузырьком, она всегда будет делать N-1. То есть у меня здесь этих чисел 10, значит, он сделает 9 проходов. Ну, а этот умный, то есть тот вот, вот этот, вот товарищ, он умная сортировка пузырьком, она, по сути, хранит и вычисляет флаг отсортированности, да, и за счет этого она может остановиться для некоторых массивов специальных, да, для особых случаев. Они называются почти отсортированные массивы. Вот посмотрите. 5, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 10, 9. Достаточно пятерки всплыть вверх четверки, восьмерки всплыть правее, чем 6, 7, а десятки правее девятки. И он сделает один проход сортирующий, а второй, по сути, просто чекающий. Понятно? Пожалуйста. Поэтому сортировка пузырьком, она уже является одной из хороших, классных сортировок, но не для всех случаев. Понятно? Сортировка пузырьком, она неплоха на так называемых почти сортированных массивах. Товарищи, а вот теперь нам надо завершать наше занятие. Остальные просто масштабы. Мы двигаемся, как двигаемся. Я рассказываю, показываю. На Си оно рассказывается медленнее, чем я это ожидаю. Вот. Так что мы материал изложили.